Актриса сериала «Тетя Марта» Ариана Глушкова. Какой же полный метр без Вики Мухина и ее приключений. Сколько ребят хотят стать актерами именно кино. Я обожаю авторское кино за его непредсказуемость. Я играла большого мальчика Августа Глупа, который провалился в шоколад. Который не арахисовая паста. Но щеки у меня были свои. Вот вы худеете, а человек это использовал на благо театра. На что они могут потратить такие деньги? Давайте накидаем идеальных три толстяка. Можно взять Сергея Бурунова, Иосифа Пригожина и Дмитрия Нагиева. Смотрите «Сарафан-шоу» с Арианой Глушковой. Всем привет! Это новый выпуск «Сарафан-шоу». И я сегодня тоже ведущая, потому что такого гостя пропустить было нельзя. Встречайте! Сегодня у нас в гостях актриса сериала «Тетя Марта» Ариана Глушкова. Всем привет! Привет, Ариан! Это «Сарафан-шоу». Расскажи про своего персонажа Вику Мухину в сериале «Тетя Марта». Ведь это сложная роль, домовская девочка с характером. Как ты к ней готовилась? Да, у меня была очень интересная роль. Я играла воспитанницу детского дома Вику Мухину. Вика очень дерзкая, наглая девочка, местами хамоватая. И несмотря на это, мы с ней даже похожи. Она очень упертая. Она захотела получить куклу-монстряку. Она всеми силами, самыми подлыми путями пыталась ее получить. Я, если ставлю себе цель, то я обязательно к ней дойду. В этом мы с ней похожи. Поэтому Вика мне очень нравится как персонаж. Но это круто, когда ты с персонажем чем-то похож. Тебе легче его играть и легче готовиться к этой роли. Здорово, коза! О, Вика, подожди во дворе, я сейчас. Нет, ушки, Ирочка, во дворе холодно, а я без варежек. А знаешь, почему я без варежек? Потому что я их уронила, пока за тобой бегала. Коза, дай войти. Актеры на премьере второго сезона сказали, что планируют снимать полнометражный фильм. Ты будешь принимать в моем участие? Очень хотелось бы. Я читала эту новость в телеграм-каналах. Я считаю, это очень круто. И какой же полный метр без Вики Мухиной и ее приключений. Поэтому передаю привет всей съемочной команде Тети Марты. Очень надеюсь на роль. Эй, новенькие, ничего не забыли? Подношение где? А, да. Конечно. Ну и мы так считаем, что без Вики Мухиной полнометражный фильм Тети Марта никуда. Чем ты вдохновляешься и какие фильмы или сериалы смотришь? Я смотрю очень разные жанры сериалов. От советской классики до современных ютуб-сериалов. Я обожаю современный ютуб-сериал Самодура про двух сестер, у которых каждый день новые приключения. Также смотрела фильм «Курьер» Карена Шахназарова про главного героя, который все время раздувал истории свои. То есть он делал из мухи слона. И это было очень интересно за этим наблюдать. Мне это понравилось. Обожаю фильм «Майор громче, мною доктор». Там офигенный каст. Это, кстати, российский фильм, который Netflix выкупил. Это, я считаю, очень круто. Да, это почетно. И, кстати, про ютуб-сериалы. Это реально какое-то новое направление. В этом можно двигаться, в принципе, для начинающих. Что вертикальные, что горизонтальные. Но там нужно их снимать каждый день. Ну да, это как бы регулярность. Но там очень легко набрать популярность. Потому что сейчас очень многие сидят в лентах и листают. Да, они очень крутые. Еще я люблю сериал «Черная весна». Это один из моих любимых сериалов про четырех ребят, которые создали свой дуэльный клуб. И это было очень круто. И я считаю, что этот сериал очень важно посмотреть. Он про подростков. И там разворачиваются в этом небольшом городе очень интересные события. Порой даже очень жесткие. А ты смотришь что-то зарубежное? Да. Смотрела недавно фильм «Мирный воин» 2006 года. Про путь человека и то, что надо радоваться каждому дню. Конечно, я смотрела все фильмы, номинированные на «Оскар». И, естественно, «Опенгеймер». Вот. Конечно, конечно. Ну да. Даже его не смотрел. Больше всего я обожаю проекты Натальи Мефининовой. Особенно «Алиса не может ждать». Это сериал про девочку, которая... У нее проблемы со зрением. И она выбрала себе путь нелегкий. Но очень круто то, что сценаристы, конкретно Наталья Мефининова, сделала из нее не жертву, а именно то, что девочка осознанно сделала, выбрала такой путь, и она к нему ушла до конца. Это было очень круто и интересно за этим наблюдать. Мне надо знать, когда я слеплю. Это тебе точно никто не может сказать. Когда? Постепенно мир будет сужаться и превратиться в маленькую точку. А потом исчезнет совсем. Мне интересно еще послушать про актеров, которыми ты вдохновляешься, и с которых, может быть, берешь пример. Да, я обожаю Лизу Ищенко. Обожаю актрису Варвару Володину. Особенно в ее проекте «Голова жестянка». Она играет там чумовую девчонку, которая каждый день сталкивается с приключениями. И у нее... Почему ее зовут? Жесть, потому что она Женя. И она все время жесть какую-то творит. Привет, я Женя. Некоторые зовут меня Жесть. Ну, потому что я реально жесть. Я думаю, родители специально не планировали, чтобы у них в жизни появился кто-то с таким вредным характером. Я его с собой возьму! Мит, что ж, заверните! Я хотела бы тебе посоветовать фильм «Мементо». Знаешь, ты смотрела? Нет. Это Кристофера Нолана. Он один из первых его фильмов. Так что я тебе советую посмотреть. Он сложненький, но вот по твоим, как бы, когда каждый день какая-то ситуация, даже не каждый день, каждые 15 минут ситуация происходит какая-то прям реально курьезная. А тебе я могу посоветовать сериал «Хор» с Олегом Чугуновым в главной роли. Очень искренний, добрый, душевный сериал, который я очень рекомендую к просмотру всем. Как ты попала в сферу кино? В сферу кино я попала изначально со студии «Актер». То есть первая моя школа, где я училась, это был тренинг студии «Актер». Я училась и закончила обучение. Там училась 4 года. После этого я пришла в детскую студию при Малом театре. Там отучилась 3 года. И потом начала развиваться самостоятельно. И там ходила на кастинги вместе с мамой. Писала самопробы. И развивалась самостоятельно. Ходила на разные мастер-классы также актерские. А вот почему именно кино, а не театр? Там и там, и там актерская как бы игра. Почему? Я не против игры в театре. У меня был опыт игры в мюзикле. Расскажи. В американской театральной школе мы ставили постановку «Вилли Вонка». Американскую? Да. И кем ты была? У меня была очень интересная роль. Я играла большого мальчика Августа Глупа, который провалился в шоколад. Который не арахсовая паста. Да, да, да. Вот этот. Это было очень круто. Я, во-первых, практиковала язык, а во-вторых, для меня это была очень интересная роль, которая мне запомнилась, мне кажется, навсегда. Круто. А почему ты играла? Ты же девочка. Почему ты играла в огромного, полненького мальчика? Не полненького, жирного. Или тебе что-то наполняли, чтобы казалось плохо? Вообще, да, я была полной. Из всех ребят, которые там были, у нас было пару мальчиков, они были супермаленькие и очень худые. А я была самой полненькой, и я очень хотела получить эту роль. И я ее получила. Понятное дело, мне засунули огромное количество подушек туда, но щеки у меня были свои. Вот вы худеете, а человек это использовал на благо театра. Как же тебе удалось похудеть? В первую очередь, я работала с нутрициологом. Нутрициолог – это человек, который грамотно составляет тебе меню из нужных тебе для похудения или набора веса жиров, белков и углеводов. Во-вторых, это был спорт, там разные занятия, как кардио, беговая дорожка, или пресс, планка. И в-третьих, самое главное, что мне помогло как раз-таки похудеть, это также было связано с кино. На съемках первого сезона сериала «Тетя Марта» Валерия Зоидова должна была меня нести на руках. И я была порядка больше нее по весу. И чтобы она меня взяла на руки, двое операторов помогали ей в этом. Чтобы она прошла просто пару шагов. Сцена снялась, все было очень смешно, классно, очень весело. Но, чтобы я больше не попадала для себя конкретно в такие ситуации, неудобные и стремные на самом деле, я решила похудеть. Человек-мотивация, ребят. Чтобы играть роли в кино, нужно преодолевать не только внешние факторы, ну, внешность, а еще и какие-то психологические барьеры в плане психики и всякое такое. Тебе приходилось что-то преодолевать для кино? Мне нужно было менять только мировоззрение, вот как, допустим, Вика. Вика, она девочка, которая, главное, все делать во благо себе. О, а я тебе кровать починила. Она у тебя шаталась? А я ей гайку затянула. У меня руки сильные. Хочешь, ощупну? Не надо, я верю. Можно было менять только мировоззрение на какие-то вещи и все. А помимо кино, в жизни у меня много чего я меняла в себе, и не только вес. У меня с детства было косоглазие. И с трех лет я ходила на протяжении десяти лет на разные аппараты со сложными названиями, с мамой, на какие-то лечения. И с детства просто проходила эти все курсы, и благодаря этому у меня выровнялось мое зрение, и теперь все хорошо. В садик, то есть, я ходила, мне нужно было клеить наклейки на глаз. И я так этого стыдилась, что когда я пошла первый раз в первый класс, я сказала, что я ни за что никому не позволю себя видеть в очках. И с первого класса я носила линзы по седьмой класс. И когда я в седьмом классе уже забила это и пришла в очках первый раз, все удивились, а что, это зрение испортилось? Я говорю, ну, так-то с трех лет, но вы об этом не знали. Вот. Поэтому я хочу сказать спасибо большое маме за огромную проделанную работу. Вот. Кстати, про родители. Они поддерживают тебя в сфере кино? Мама и папа меня очень поддерживают в этом плане. Первый раз, когда я им сказала, что хочу быть актрисой, они меня переспросили. Точно? Я говорю, да, точно. Да, и после этого они поняли, что я сто процентов буду актрисой. И поддерживали меня в этом. И сказали, ну, конечно, дочь, мы тебе все разрешили. Да, реально. И мама, то есть, помогала мне искать кастинги, записывать самопробы. Папа тоже морально помогал. Чему тебя учит подготовка к королям? Подготовка к королям меня учит легче относиться к людям. Когда я разбираю персонажа, я могу понять, что у него было в детстве, или почему он делает такие поступки сейчас, как бы, почему он вот такой злодей. Значит, наверное, у него что-то было в детстве или происходило... И на этом примере ты как бы видишь. Да, и на этом примере я могу видеть людей, легче к ним относиться, потому что я понимаю, что мы должны быть добрее к людям. И если человек злой, не надо к нему относиться так же. И в себе что-то можешь найти такое же, что и в своем персонаже, и понять, почему так. И как бы... И исправить, да. На какие роли ты никогда не согласишься? Никогда не говори никогда. На данный момент я не соглашусь побриться на лысо и поправиться. Потому что на данный момент мне это очень трудно дается, и я вообще к этому не готова. Но все меняется, люди меняются, и точки зрения меняются. Поэтому задайте мне этот вопрос через 10 лет, посмотрим, как я на него отвечу. Ну хорошо, да если тебе предложат какой-то прям очень известный продюсер, очень известный режиссер, прям очень огромный проект, ты согласишься, например, побриться на лысо? Я не знаю. И у тебя еще будет партнер Леонарда Ди Каприо. Ну это маловероятно, но в общем... Это маловероятно. Но я не знаю, на данный момент нет. А какую роль ты мечтаешь? Я мечтаю о роли девочки-приключения. Как голова жестянка, девочка, у которой каждый день это какое-то событие, приключение. Я, в принципе, так и живу, просто хочется сыграть такую же девочку в кино. Также я хотела бы сыграть Кукушкину из «Электроника». Или железную кнопку из фильма «Чучело». Хотелось бы сыграть гостя из будущего, но к радости этот фильм уже сняли. И, возможно, мне выпадет другая роль. Ну, кстати, про «Электроника». Сейчас вроде бы собираются снимать его. Да. А еще переснимает Буратино. Знаешь, кто будет играть Орликино? Ну, вроде да. Рузиль Минникаев. Да, я знаю. Увидим Рузиля Минникаева уже не в пацанском виде, да? А в каком-то таком веселом. Есть ли у вас конкуренция в киносреде среди ровесников? И обсуждаете ли вы кастинги, которые приходят? Да, мы обсуждаем кастинги, которые уже прошли или будут проходить ребята, как они увидели этого персонажа. А именно конкуренции нет. Ну, это же странно. Мы актеры, и жизненный путь наш состоит из того, чтобы каждый раз проходить кастинги и делать это по-своему. Если мы будем каждый раз конкурировать, то это же странно, я считаю. И конкуренции нет, есть только белая зависть. Мы всегда друг друга поддерживаем, если кто-то прошел роль на главную или уже снялся у кого-то очень крутой проект. Мы ходим друг к другу на премьеры, поддерживаем друг друга. Это Сарафан Шоу. У тебя лингвистический класс. Расскажи, чем он отличается от обычного? Лингвистический класс отличается от обычного тем, что там больше направление направлено на литературу, историю и английский язык. Это понятно. И на языки. Да, это понятно. Сколько у тебя уроков там английского, литературы и русского? Шесть часов английского языка. Шесть часов у меня столько. Ну, я знаю зато английский и французский язык, и тем этот класс круче, как мне кажется, за то, что я знаю языки. В нашей школе только лингвисты изучают еще один язык, помимо английского, и это очень круто. Я могу говорить и на английском, и на французском языке, и на русском. Тогда скажи на французском, смотрите Сарафан Шоу. А на английском? Смотрите Сарафан Шоу с Арианой Глушковой. А на русском? Смотрите Сарафан Шоу с Арианой Глушковой. Мы знаем, что ты занимаешься картингом. Где и как проходят занятия? Что вы там делаете? Картинг – это у нас увлечение вместе с папой и сестрой. С мамой есть свои увлечения, а это увлечение именно с папой. Мы каждый раз ездим на разные занятия, соревнуемся между собой или с кем-то. И часто выигрываем первые места даже среди пацанов. И картинг для меня – это очень круто. Это драйв, этот запах моторного масла, вообще этих колес, эти терки от колес. Это же всегда очень круто. Это такой драйв, я это обожаю. И еще я очень жду 18 лет, чтобы наконец-то получить права, потому что я очень хочу кататься на машине реальной. И, возможно, даже в 16 лет я подумала... Она пойдет искать Доминика Тараттона. Не-не-не, я пойду сдавать на мотоцикл, но это очень рискованно. Да, это весьма опасно. Я люблю риск. Риск – дело благородное. Это пока не точно. Но я думаю над этим. Кстати, вот вы. Вы увлекаетесь вообще картингом или просто машинами? Я недавно ходила на картинг на наждении, первый раз в своей жизни. И мне так это увлекло, потому что это реально прям... Вообще я мало вообще катался на каком-то виде транспорта, именно сам. И поэтому для меня это было как-то такой новинкой, и это очень круто было. Ты понимаешь, о чем я говорю. А ты на картинге катался вообще? Да, я катался на картинге, я там был два раза. Также с папой, потому что семья, это святое. Это да. Я был там с папой. Тебе понравилось? Тебе понравилось? Да. Ну вот, я вылетел с машины. Блин, грустно. Кроме кино и картинга, какие вовлечения у тебя еще есть? У меня много увлечений. Зимой зимние увлечения, летом летние. Зимой я обожаю кататься на сноуборде, пробовала на лыжах. Но больше всего нравится сноуборд. Также умею кататься на коньках. Еще летом я занимаюсь там... Катаюсь на велосипеде, самокате, на лошадях. На лошадях? Да. Хобби-хорчинг? Нет, на реальных лошадях. Также я занимаюсь вокалом с раннего возраста. Танцую, играю на фортепиано, закончила музыкальную школу. И просто классно провожу время. Так, весь список оголочили, да? Да. Ну серьезно, это очень многое. Как ты успеваешь вообще так? Я еще забыла добавить про фехтование. Я занимаюсь сценическим фехтованием. В чем заключается смысл сценического фехтования? В сценическом фехтовании не нужно касаться противника. А в обычном нужно, это главная задача. А в сценическом главное не докоснуться до противника шпагой. Вот. Это, кстати, похоже на футбол, который снимают... Вот, я снималась в фильме «Ненормальный», обязательно посмотрите. Вот. И там мы, сцены футбола. Там футбол, не надо играть по-настоящему. Там нужны какие-то красивые финты, какие-то отдельные сценки. Прям играть в футбол серьезно, прям на победу, вообще не обязательно. Вот как в сценическом фехтовании. А типа радугу что-то такое, да? А? Сценическом фехтовании. Типа делать радугу там. Ну да, ну это прям, если ты профессионал какой-то. И в сценическом фехтовании главное как раз таки делать красиво. Красиво, да. Если ты попадешь, это как раз таки значит, ты проиграл. Можно делать выхваты. Ой, я обожала больше всего делать выхваты оружия у противника. Это было просто потрясающе. Круто. Куда ты планируешь поступать? Однозначно актерское. На данный момент я не решила, куда, но это 100% будет актерский факультет. Возможно, после окончания 11 класса появятся новые актерские факультеты, на которые я положу глаз и буду планировать поступать. Вот, кстати, как ты думаешь, достаточно сейчас актерских вузов именно для подготовки к кино? А не к театрам. К театрам их много. Да. К театру их много. Вот, насколько я знаю, в «Золотой пятерке» только один вуз. В ГИК конкретно направлен на кино. И я знаю, при высшей школе экономики есть актерский факультет, именно направленный на кино, который я, кстати, рассматриваю. Два вуза? Я считаю, это очень мало, с учетом того, сколько фильмов и кино сейчас снимается, и сколько ребят хотят стать актерами именно кино. Это же огромное количество. Что ты испытываешь, когда видишь, что возрождается российский кинематограф? Особенно детское и семейное кино. В первую очередь я, конечно, испытываю гордость и восхищение за мир кино. Потому что столько классного... Да, за наше кино. Это же очень огромное количество кино сейчас снимается. Оно каждое по-своему уникальное и круто. Больше всего, конечно, я обожаю артхаусное. Но семейное я тоже очень люблю. Кстати, вот про артхаус. Расскажи, почему именно такой вид жанра тебе нравится? И почему он называется артхаус? То есть разноцветный дом? Нет. Артхаус — это такой вид... Это жанр кино, в котором режиссеры не ставят какую-то планку высокую, то, что оно как-то выстрелит классно. Это кино про именно мировоззрение режиссера и как он видит ту или иную картину, ситуацию и так далее. Из авторского кино у меня есть два фильма. Первый — это «Фраус» Лиза Янковской в главной роли. Это очень интересный фильм про рыцаря, который живет в своем советском времени. Он просто в современности, но просто в своем советском живет. Домики и так далее. И современную балерину, которая такой разгульный образ жизни, и в них взаимоотношения складываются. За этим очень интересно наблюдать. Это раз. И два — это «Край надлобленной лумны». Это фильм с Марией Лобановой, которая, кстати, у вас тут была. Да, обязательно посмотрите выпуск с ней. Фильм очень крутой, мне очень зашел. Маша там просто потрясающе играла. Тоже советую. Вот я обожаю авторское кино за его непредсказуемость. Да, и за его как бы искренность. Сказ, как всегда, побеждает добро. А в авторском кино, да знаете... Да как автор подумает. Ребят, а какой ваш любимый жанр? Пишите в комментарии обязательно. Ариш, приглашаем тебя обсудить с нами новости. Я с радостью принимаю приглашение. Новости российского кино. Появился тизер сериала «Игры». Масштабной драмы про закулисье Олимпиады 80. Товарищ Зорин. Я. Нужно сделать копию документа в количестве 15 штук. Для этого в комнате номер 13 есть специальная копировальная машина. Называется «Ксерокс». Вы сейчас идете в отдел кадров и пишете заявление и обоснование. Это дело планирования на имя вам подскажут. Расписывайтесь в журнале и получайте две квитанции. С обеими квитанциями идете в бухгалтерию. Там, получается, накладную на 15 листов. Я недавно ходила на экскурсию в Лужники, на онлайн-экскурсию, где нам давали наушники, и мы слушали, ходили. Это было очень интересно. Нам рассказывали конкретно про Олимпиаду, про разных спортсменов. И это было просто потрясающе. А мне даже папа рассказывал, как выглядела Москва во время стройки именно всех этих... Ну, это даже похоже на ситуацию в Сочи, когда там... Ну, это, в принципе, во всех городах, когда Олимпиада. То есть что-то масштабное, и нужно быстро-быстро-быстро построить всякие стадионы, еще отели для спортсменов. Это отдельная тема вообще про Сочи. Там столько сейчас отелей, что они используются, в принципе, для людей обычно. Вот я недавно был в Сочи, и был в одном отеле. Отель-город даже. И этот отель использовался как для спортсменов, для олимпийцев. Про закулисье спорта посмотреть. Не просто, как люди выигрывают или переигрывают, а что происходит до этого. Это же очень интересно, я считаю. Вот, и посмотрите, что переживали спортсмены перед выступлением. Ну что ж, ребят, будем смотреть? Будем, конечно. Обязательно. Обязательно. Готовиться к производству. Экранизация сказки «Три толстяка». Проект в подготовке. Идут кастинги. Бюджет... Да, я не ошибся. 960 миллионов рублей. Вы представляете? Это почти миллиард рублей. Интересно, на что они могут потратить такие деньги? На декорации и графику. И графику, безусловно. Я считаю, там будет огромное количество графики. Декорации тоже. Вот этот городок, где жили они. Костюмы. И замок. Да, безусловно. Костюмы. И каста. А, ну да, да, да. Актеры тоже требуют. Так что ладно. Это тоже мы учтем. Если у них такой бюджет, мне кажется, там будут хорошие актеры. На 100%. Да, давайте накидаем идеальных три толстяка. Давайте накидаем. Скажем по-анному. Начнем с гостя. Александр Петров. Ну нет, он не прям толстяк. Я думаю, как-то нет. Скорее всего, возьмут очень похожих ребят, которые могут играть как раз-таки братьев. Одного актера. Брунов. Блин, я хотел сказать. Ну, сори, я опередила. Можно взять Сергея Брунова и Осипа Пригожина и Дмитрия Нагиева. Как раз три толстяка. А, да, можно Нагиева взять. Нагиева точно. А давайте так сделаем. Давайте вы напишите в комментариях свои три толстяка из наших российских актеров. Мы ждем, мы будем смотреть. Кукла-наследника Тутти может быть очень... Либо Вита Корниенко, потому что очень худенькая девочка, либо какую-нибудь гимнастку, возможно. Мы же не исключаем тот факт. Мы же, мы можем, наверное, увидеть там каких-то новых актеров. Да. Так что мы ждем. Рубрика «А что в мире?» Дюна, часть вторая официально вышла в онлайн-платформах. Да! Я ее... Да, для Коли эта новость прям... Нет, на самом деле это очень круто. Я смотрела первую часть, это было просто восхитительно. Вот с момента, как по мне, с момента выхода первой части почти нисколько не прошло, и уже сразу вышла вторая. И я прям, мне кажется, ждала огромное количество времени в вторую часть. Я начала читать книгу. Кстати, будет третья. Не закончила? Будет третья. Класс. Марк Эйдельштейн там шикарен. Да-да-да-да. Марк Эйдельштейн там, как всегда, прекрасен. Да-да-да. Такой грим, блин, похож на Тьюти Шеллмэн. Ну, это не он. Вы знаете, что на основе книги Дюна Джорджи Лукас придумал «Звездные войны». Да, я что-то такое слышала. Да, ну так вот. «Звездные войны» и Дюна, казалось бы, похожие вселенной космос, корабли и всякие сражения. Да-да. Но «Звездные войны» такие дрововые, типа па-па-па-па-па-па-па. А Дюна такая медленно-медленно. Это же просто два абсолютно разных фильма, но основаны на одной фактической истории. Мне кажется, Дюну немножко, знаете, так ожидали, когда вот графика немножко дойдет до того момента, когда уже можно будет делать вот такие глаза сище. Да-да-да-да, вот эти, всякую графику. Как там делали вообще червей земляных? Которые, они ставили вот эту штучку, которые пум-пум, пум-пум, и там просто песок раздвигается, такой же вообще почти без графики очень тяжело идет. И как будто бы черная дырка. Они могли это сделать в маленьких размерах, как куколку. Они могли взять небольшое такое пространство с песком и добавить червячка, который вот это лазил. И просто это сделать на зеленом фоне, поставить. Я вижу только фрагменты. Будущее неясно. Киану Ривз озвучил Шэдо в новом Сонике в кино. А кто смотрел остальные две части? Я смотрела первую часть, когда она вышла в кино. Но я знаю про этот фильм. Ну, я не знаю. Соник это в целом игра японская. Я знаю про этот фильм, я его не смотрела, к сожалению. Я смотрела первого Соника, а потом они уже добавили этого желтого. Но я мультик смотрела, мультик прикольный. К роли работника вернется Джим Керри. Ура! Ну все, нет, тогда я посмотрю обязательно. Первую, вторую часть я прям, ну, фанател, реально. И при том Джим Керри очень отлично отыгрывает свои роли. Может, однажды ты добьешься всего, получишь пожизненный скидочный купон в хозяйственном, но откроюсь тебе. Я превзошел все твои будущие достижения! Очень известная игра. Игра с богатой историей, где нужно было за синего ежика бегать и собирать кольца. Это, блин, прикольно. Это как Марио уже. Марио, мне кажется, знает все. Ну, как она эволюционировала. Да, Марио. Вы знаете, кстати, что Марио, это была самая популярная игра в Японии. Между прочим, я играла до сих пор. Да, и Марио, Super Mario Bros. 3, побила рекорд, это самая продаваемая игра в игре. А вы играли, кстати, в Марио? Да, я играла тоже. У меня друг, у него есть Nintendo, у меня есть Nintendo Switch, но он принес вот такой белый мини-экранчик, на который он загрузил Марио. И он просто бегал. Это была Марио первая, первая, Super Mario Bros. Круто. Вот это интересно. У него такая технология, которая тащит первого Марио. Мне кажется, это стоит дороже, чем все БК там с i9, 40-90. Новости не кино. Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни выпустили совместный трек. Фит. Я считаю, это очень интересно. И, во-первых, это же круто, потому что сыновья продолжают вот род деятельности их отцов. Как вы думаете? А вы уже слышали? Да. Слышали. Это реально очень похоже на стиль Битлз, на их родителей. Круто, что они продолжают род деятельности по-своему. То есть они становятся по-своему уникальными. Они не делают какие-то каверы на своих отцов и так далее. Они по-своему уникальны. Это очень круто. Такая ваша любимая песня Битлз? У меня Yesterday. I will. Yellow Summer. Yesterday. Love was such an easy game to play. Стоять. Сейчас вы будете открывать рот и делать вид, что поете. А мы тихенько вставим в Битлз и делаем вид, что вы так поете. Окей? Окей. Насчет три. Раз, два, три. Все нормально. Вот как они поют. Прямо как Битлз не отличить. У меня для вас тоже есть новость. Появилась первая в мире авиакомпания для собак. Реально? В США появился авиаперевозчик Bark Air, который позволит хозяевам путешествовать со своими питомцами в качестве полноправных пассажиров, у которых будет свое место. Также хвостатым предоставят вкусное угощение на время полета и игровую площадку. Пока рейсы курсируют только между Нью-Йорком, Лондоном и Лос-Анджелесом. Я считаю, это очень круто. Ну, особенно для собак и для владельцев собак. Интересно, там есть какое-то разделение между чихуахуа, мопсами и золотистыми ретвьерами? Мне кажется, там такие кабинки, как в первом классе. Ты смотришь фильм, например, какой-то... Или в окно смотришь. Да, смотришь так в окно, в маску, но... И вот так в плане шел, чихуахуа. Нет, и там смотришь направо, и там лежит вот так собака, и смотрит фильм о правах собак. Интересно, а что придумают для собак прям огромных размеров? Прям таких прям просто больших кабинок? Собака в целом, ну, не считая волков, не может быть, может быть, конечно, больше человек, но это прям очень большие собаки. Да, но это исключение, наверное. Чао-чао, наверное, они не больше. Но сиденья в кабинках первого класса, они же раскладываются. Ну, так что, мне кажется, что-то придумают. Да. В любом случае. Как будут так подавать косточки или корм для собак? Да придумают они. Ну, конечно, все придумают. Да-да-да. Там корм сухой или с такой подливой в виде жидкого корма. Такой лежит в форме, можно еще подавать в форме собаки, которая вот так супер-собака. Мне кажется, это уже какая-то... Мне кажется, сидит такой малыш рядом с ним. Мама, малыш и песик рядом с ним. Он смотрит на еду, песик такой, мама, у него красивее, чем меня. Почему собак кормят лучше, чем нас? Российские студенты выиграли международную олимпиаду по программированию. Классно. Еще одна в копилке. Да. Причем, вы знаете, мы заняли, наши заняли первое место, второе место заняли китайцы, и третье место тоже наше. Видите, какие мы прошаренные. Ну, вообще, а кто участвовал в олимпиадах хоть каких-то школьных там? Я участвовала. Ну, это вообще смонтанно было, я участвовала в олимпиадах. Давайте расскажу про ваши такие самые-самые победы на школьных олимпиадах. Окей, я случайно попал на олимпиаду по истории, я там натыкала, там было про Жанну Дарк, а мы на тот момент... Посмотрел фильм про Жанну Дарк? Нет, мы на тот момент это не проходили в школе, в шестом классе или в седьмом, и я натыкала там то, что я знала сама про Жанну Дарк, и натыкала, натыкала, и мне приходит через какой-то период времени ответ. Вы пришли на следующий этап. Я такая, блин, прикольно, и что мне с этим сделать? Я писал олимпиаду по астрономии, это было реально мое увлечение, прям жестко увлекалась астрономией, и дошел до... Я дошел до регионального. А я участвовал в третьем классе на конкурсе, там тоже было три этапа, как по мне, в школьной, районной, городской, в Москве, сам талантливый читатель называется, конкурс. Я его выиграл, тем самым заработал себе немного на карманные расходы. Молодец! Поздравляю! У нас тоже есть свои победы. С нами была Ариана Глушкова. Ждем твои проекты на большом экране. Подпишитесь на Сарафан Шоу. О нем даже рассказал Александр Петров в своих состетях. Ведущий Сарафан Шоу передает привет нашему зрителю Александру Петрову. Ищите его в комментариях. Александр, если что, мы на вас надеемся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok